Быть или не быть стадиону в сепараторном поселке? Несколько месяцев назад на нашем телеканале в передаче «Острая тема» была затронута тема заброшенного участка земли, на котором жители поселка намерены возвести народный стадион. Накануне в администрации Махачкалы по этому поводу состоялись слушания. В обсуждении приняли участие заместитель мэра Махачкалы Курбан Курбанов, спортсмены и представители общественного совета сепараторного поселка. При Советском Союзе в сепараторном поселке функционировал стадион, но со временем на его месте образовалась огромная площадь пустующей земли, дальнейшая судьба которой все еще находится под вопросом. Жители поселка вот уже на протяжении более 10 лет грезят мечтой о возрождении народного стадиона. Они всеми возможными способами пытаются добиться постройки заветного спорткомплекса. Четырехкратный чемпион Дагестана, сепаратор Махачкала, трехкратный обладатель Кука Дагестана, на юг России вторыми были. Конечно, да, играла команда, профессионально играла команда. Ребята получали зарплату, сепараторная Махачкала команда называлась, и там они играли. Там проводили чемпионаты города, 9 чемпионатов города там проведено. Поэтому это территория, которая всегда была стадионом. В администрации города утверждают, что образовательные учреждения в этом районе нужнее, чем спортивное сооружение. Но жители сепараторного поселка уверяют, что таких учреждений в районе предостаточно, и существует острая необходимость именно возведения спорткомплекса. Сепараторный поселок – это такой особый поселок. Население сепараторного поселка почти 100 тысяч человек. И от поста ГАИ, северного поста ГАИ города Махачкалы, до инфекционной больницы и далее до троллейбусного кольца и до стадиона труда нет ни одного стадиона, где бы могли люди заниматься спортом. А спорт и духовный, и спорт, они вместе рядом идут. И поэтому мы отстаиваем вот эту территорию, для того, чтобы там был стадион. Каждая из сторон выдвигает доводы в пользу своей позиции. После долгой дискуссии представители администрации и делегаты от сепараторного поселка пришли к выводу, что имеет общую цель – принести пользу людям. Решение приняли, что на данном земельном участке будет располагаться объект социального назначения. Либо образовательного, либо досугового, либо спортивного местопроведения для граждан данного микрорайона. Любое решение, которое примет муниципалитет, оно будет направлено только на удовлетворение нужд жителей данного микрорайона. Мы очень благодарны за сегодняшнюю встречу. Очень была продуктивная встреча. И в дальнейшем тоже мы надеемся, что найдем общий язык. И общими усилиями мы отстаем, там будет стадион. В дальнейшем стороны намерены совместно составить документ о возведении объекта социального назначения на пустующей территории. После чего решение о его подписании останется за главой республики. Абдулла Алиев, Гилач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.